Документ В губернии летел непонятный светящийся объект 40 метров в диаметре. Он двигался на небольшой высоте, издавая очень сильный шум. НЛО существовало уже тогда, Виталий. Ну, Илья, НЛО вообще не существует. Это все выдумки. Так, если ты не веришь вот этой папке с грифом «Совершенно секрет», ну тогда как ты объяснишь круги на стадионе возле моего дома? Ну это просто ребятня катается, радуется весне. Почему нет? Я вот тоже, знаешь ли, радуюсь, но в НЛО не верю. У нас сегодня ведущая весенняя Виталия Пушнякова. И тот еще выдумщик, Илья Тобоев. Да, кстати говоря, ничего я не придумал про НЛО. Действительно, вот документ, древний архив, между прочим, который все подтверждает. Да, вчера праздновался в России день архивов, и мы поэтому решили достать все вот эти вот папочки, древние фолианты, карты, вспомнить все то, что касается нашей истории. Кстати говоря, о картах и журналах. Журналы National Geographic и компания Google объединились, и теперь более 500 древних карт мира перекочевали из архивов в интернет. Теперь можно легко посмотреть, кто же жил на территории Самарской губернии много-много-много лет назад. Представь себе. Интересно, в Самаре в марте тоже было так холодно раньше? Ну, раньше неизвестно, а сегодня в Самаре области у нас ожидается ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный, его скорость 1-3 метра в секунду, температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов. Вот так вот. Ну, все равно холодно, хочется уже поскорее лета. Ты знаешь, вот следующий сюжет тебя точно согреет. Наша постоянная рубрика «Поколение.ру». А я летом с родителями в Турцию ездила, три бассейна, все включено. А потом у бабушки в деревне гостила, свежий воздух на великах гоняли. А я с друзьями в лагере была. Дискотека, походы, друзья, класс. Петро, а ты чего молчишь? У тебя летом было. Да что ты! Мы как 1 июня вышли на каникулы, так я... Вот. А 2 июня я заболел. И все лето в больнице провел. Коколеты хоть теплые были? Нет. Какой симпатичный. Ага. Это он для меня старается. Для тебя? С чего ты взяла? Сейчас увидишь. Ну все. Разносил я твои джинсы. Подожди, дай-ка я посмотрю. Ну, думаю, теперь налезут. Держи, как договаривались. Передохнули. Теперь можно и к новостям переходить. Совсем скоро в нашем городе появится памятник Купеческая Самара. Рублевую монету диаметром 50 сантиметров установят на заводском шоссе недалеко от дома 101. Уже летом этого года. Автором скульптуры стал самарец Сергей Сыркаумов. А стоимость этого проекта вместе с установкой составит около 1 миллиона рублей. Вот так вот рубль нам встанется в копеечку. Прибыльное это дело. Да. С изомовских спринтера Даниил Коваленко выиграл бронзовую медаль на дистанции 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Но и это еще не все. На молодежном первенстве России наш земляк выиграл золотую награду. Наше поздравление юному чемпиону. Дом молодежных организаций «Шанс» при поддержке Комитета по делам молодежи мэрии Тольятти организует для детей и подростков конкурс «А вам слабо» пройдет он 22 марта в 4 часа дня по адресу Карбыш 18. Блесной талантами можно будет в таких номинациях, как вокал, хореография, инструментальное исполнение, художественное слово, театральное искусство, а также оригинальный жанр. Ты знаешь, Вита, к этому мероприятию нужно как следует подготовиться и размять все свои косточки и мышцы. Точно. Здесь вам в помощь наша постоянная рубрика «Простые движения». Здравствуйте, с вами программа «Утро губернии». Меня зовут Ася. Мы продолжаем наши простые движения. Сегодня будем работать, прорабатывать руки и ноги. Будем делать вот такие выпады в сторону, да, с приседом. А руки в этот момент у нас сгибаются. И поехали. Раз. Давай. Фиксируем себя, да, на месте. Присели. На секундочку буквально зафиксировали. И еще разок. Две стороны. Отлично. Теперь мы ставим ноги шире, чем ширина плеч. Разворачиваем, то есть, да, разворачиваем дозабедренные суставы, ноги внизу развернуты. Будем приседать вниз. Соответственно, опять мы руки сгибаем в центр. Спина прямая. Чувствуем, как мы садимся, как поднимаемся, да, что мышцы у нас работают, напрягаются. Еще разок. Отлично. А теперь мы делаем те же выпады, только если до этого мы делали в центр. Теперь наоборот мы будем делать из стороны в сторону. Сюда. В сторону. И поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Фиксируем себя. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Мы потянулись вперед, ножки вместе. Потянули заднюю поверхность бедра. Основным образом у нас она работала. Потянули руки вниз. Хорошо. Хорошо. И закончили. С вами была программа «Утро губернии». Меня по-прежнему зовут Ася. Вам отличного настроения, хорошего утра, бодрого дня. До новых встреч. Пока. В последнее время люди все чаще читают книги на своих планшетах, с экрана компьютера или, не знаю, своих каких-то гаджетов, телефона. Но мне, например, никогда вот эти все гаджеты новые не заменят обычной книги с ее шуршащими страничками, запахом таким особым. Знаешь, заперлась бы в библиотеке и сидела бы там, почитывала книжки. Знаешь, тогда тебе точно понравится проект Стокгольмской общественной библиотеки, в котором придумана бесконечная стена книг. В центральном атруме на этой библиотеке установлена огромная стена с полками, заставленная книга, а для усиления эффекта бесконечности по бокам стоят зеркала. И вот получается такая бесконечная стена книг. Здорово. Да. Ну а тебе, как любителю жаркого отдыха, наверное, понравится следующий отельчик. Называется он Library Resort. Находится в Таиланде. Его главная фишка в том, что библиотека самая настоящая находится возле бассейна. Ложишься под шезлонгом, берешь книжечку в руки, читаешь, всегда можешь пойти искупаться и поменять книгу, если не понравилось. Потрясающе. Гениальный отель. Обязательно в него нужно будет съездить. Кстати говоря, настоящее сокровище для архивных крыс – это Национальная библиотека Австрии. Общая коллекция книг здесь превышает 7,5 миллионов, из которых 180 тысяч – это папирусы, друзья. Здесь хранится множество ценнейших рукописей, редких и уникальных книг и других материалов. Вот так вот. Ну, роскошные современные библиотеки могут находиться не только в центре мегаполиса, но и, например, в джунглях, как в городе Меделин колумбийском. Вот расположена такая библиотека, она больше напоминает какие-нибудь развалины древнего города или цивилизации. Здорово. Да, тайные истории там хранятся, так же, как и в нашем, кстати говоря, календаре губернии. Сегодня 11 марта. 11 марта 1861 года. Колокола Вознесенского кафедрального собора возвестили жители Самары об отмене крепостного права. Дворяне, чиновники и служащие явились в назначенный час при параде в Самарский собор. В торжественной тишине прозвучали слова манифеста. Крепостное право на крестьян отменяется навсегда. Долгожданная весть о воле разнеслась по всей губернии. В сюжетах старых фильмов много света и добра. И это относится и к ленте Надежды Кашеверовой «Укротительница тигров». Фильм вышел на экран 11 марта 1955 года. Роль юной дрессировщицы стала дебютом замечательной актрисы Людмилы Касаткиной. 11 марта родились многие известные люди, в их числе Георгий Юматов, народный артист России. Больше всего он запомнился и полюбился зрителям в киноромане «Офицеры». Балет 19 века часто называют эпохой Петипа. Великолепный танцовщик и балетмейстер Мариус Петипа родился 11 марта в 1818 году. 11 марта 1900 года появился на свет народный артист Советского Союза, солист Самарской оперы Иван Козловский. Он обладал необычным тембром и высокой вокальной техникой. 11 марта 1903 года родилась Елена Маркова, театральный режиссер. В 50-е годы она была режиссером Куйбышевского драмтеатра. Именина 11 марта отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий и Сергей. В народном календаре 11 марта – День Порфирия. Весна все ближе, но доверять раннему теплу не стоит. Как говорили в старину, рана затает, долго не растает. Сил у весны еще мало, к тому же зима уходить не хочет. За оттепелью обязательно настанет мороз. Вы смотрели календарь губернии. Хорошего дня и до завтра. Ваши архивные фотографии, друзья, вы можете присылать к нам в нашу постоянную рубрику «Яркие кадры». Утро собакогуберния.tv.ru, адрес электронный. Также имеется и Почтовая, 443068, город Самара, улица Новосадовая, 106, корпус 106, программа с пометкой «Утро губернии». Ну а в рубрике «Яркие кадры» мы сегодня смотрим коллекцию фотографий от Александра Жоглева. Вместе с нами он машет ручкой уходящей зиме и уже давайте уже скорее, давайте весне дорогу. Вот. Отличный вид спорта, отличное время. Ты знаешь, я вот, кстати говоря, не сильно радуюсь, не сильно тороплюсь весне, потому что еще есть совсем немного времени для того, чтобы покататься на лыжах. Ты знаешь, как это приятно, здорово и на форму очень хорошо влияет. Конечно, знаю. Да, ты, кстати говоря, как вот относишься к празднику 8 марта? Ты знаешь, положительно. Каждая девушка в этот день получит свой законный букет цветов, поэтому я радуюсь этому дню. А наша специальный корреспондент Татьяна Карпова побывала на премьере фильма «С 8 марта мужчина». Почему с этим днем поздравляют мужиков? Давайте узнаем. В начале марта свежеиспеченная звезда российского кино Михаил Башкатов поздравил всех жителей Самары с первым весенним праздником – Международным женским днем. Да-да, именно всех. Вне зависимости от возраста и, что самое главное, пола. Ничего удивительного в этом нет, если учесть, что встреча с актером прошла в рамках предпремьерного показа комедии под названием «С 8 марта мужчины». Роль второго плана у меня, она не главная, но она такая достаточно яркая. Мой герой – молодой ученый, химик, занимается разработкой волшебного препарата. Он такой необычный ученый, так скажем, нетипичный. Без очков, он красавчик, по крайней мере, сам себя таким считает. Вот он веселый, любит выпить машины, женщины и так далее. Телевизионному зрителю Михаил Башкатов известен прежде всего по комедийному сериалу «Даешь молодежь». Однако свою пресс-конференцию артист начал с просьбы не задавать вопросы, связанные с нашумевшим скетч-шоу. А вот поговорить о полнометражке – пожалуйста. От работы «Даешь молодежь» кино сильно отличается. То есть общее только то, что и там, и там это снимается на камеру, в общем, да. А так-то, безусловно, все по-другому. Все-таки «Даешь молодежь» мы играем персонажей, а в кино я играл человека. Съемки фильма прошли в рекордно короткие сроки. Актеры, сценаристы и режиссеры уложились в месяц с небольшим. Видимо, рабочей бригаде понравилось. Михаил признался – премьера «С 8 марта мужчины 2» не за горами. Решение будет приниматься в зависимости от сборов, то есть как, в общем, покажет себя кино, полюбит ли его зритель. И тогда уже, наверное, будет окончательно принято решение. Но мысли такие есть. То есть это будет не прямое продолжение, а, ну, так скажем, по мотивам. Кинолента «С 8 марта мужчины» рассказывает историю молодой и привлекательной девушки Анны Беркутовой. Она работает над очень серьезным проектом Сколково и планирует выйти замуж за обеспеченного иностранца. Однако именно в день рождения, 8 марта, ее жизнь кардинально меняется. У красотки появляется необыкновенный дар – слышать мысли противоположного пола. Чем же все закончится, узнаете в кино. Татьяна Карпова, Вячеслав Потоцкий, программа «Утро губерни». Продолжаем с удовольствием разбираться в архивах и старинных документах. К нам присоединяется главный специалист отдела использования архивных документов Центрального государственного архива Самарской области Галыгина Галина Валентиновна. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Галина Валентиновна. Скажите, а что входит в ваши обязанности и где вообще учат на архивариусов? Ну, к сожалению, в нашей стране на архивариусах учат только в одном вузе, это в Москве. В основном теперь в архивах работают историки. А историков у нас учат два учебных заведения, пединститут и университет. Так что истфак. Что такое архивариус вообще? Ну, вообще-то такого слова теперь уже практически нет в архиве. Теперь мы, к сожалению, называемся главными специалистами, ведущими специалистами. А когда-то мы... Вообще-то такое профессиональное слово – это архивист. Ну, основная задача профессии нашей – это хранить. Но я работаю как раз в том отделе, вы сказали слово использование. Мы используем эти документы. Это вот лично я, мои обязанности – это забрать этот документ из хранилища и принести его людям в той или иной форме, в виде статьи, в виде бесед с телевидением или на радио. Ну, в каких-то вот таких формах. А, то есть у вас лежат все вообще, вот самое все, что вот, Нина, есть? Ценные. Да, ценные. И вы... Я не представляю, сколько вы всего знаете. То есть вы же так же можете по террасу, так что-то посмотреть, посмотрели и знаете. Ну, как это ни странно. Во-первых, чтобы работать в архиве, надо уже знать, нужно закончить исторический факультет. А все-таки, если вы проучились пять лет в институте, вы уже много знаете. И вот эти ваши знания подкрепляются теперь живыми документами, которые вы можете пойти, как вы говорите, взять, потрогать и посмотреть. Я работаю в Центральном государственном архиве. У нас их несколько, но у нас исторический архив. То есть там, где лежит история нашей губернии. Вот эти знания теперь мы получаем на общие знания о всей истории всемирной или всеобщей. Мы нанизываем свои собственные региональные и местные знания, и мы даем возможность молодым ученым, студентам, крупным ученым, просто гражданам узнать эту историю вот из наших фондов. Какая самая ценная подпись в вашем архиве? Ой, вы знаете, история такая наука у нее сегодня, у нее ценности очень быстро меняются. Если, например, вы бы спросили меня там лет 50 назад, правда я там да не работала, сказали, Владимир Ильич Ленин или Валерий Владимирович Кунюшев. Ну да, да, да. А сейчас нам трудно судить, что является самым ценным. Вот я бы вас тогда спросила, а что вам вот кажется в нашей истории сейчас местной самым ценным? Что кажется очень интересным? Наше прошлое в каком виде? Какие-то интересные люди, наверное, да? Вот меня, как историка, меня интересуют больше люди. Хотя, к сожалению, люди откладываются в архивах в малых дозах, но есть очень интересные люди, и мы стараемся донести информацию о них общественности. Вот мы издали книгу документов Головкина, Константин Павлович Головкин, «Дом со слонами», вы, наверное, знаете, но мы издали тот документ, который он написал сам, своими руками. Теперь вы можете познакомиться с ним не через дом, а вот буквально через его личные документы, которые он сам оставил. Есть совершенно замечательный человек в нашей истории, Егор Никитич Аннаев. Это моя мечта, издать книжку с его документами, чтобы и вы могли познакомиться с этим человеком. Вот мне кажется, вот это самое важное. Хотя есть большие исторические процессы, которые нужно доносить до людей, но вот показать, кто и как жил в нашем городе, в нашей губернии, и что это были за люди, вот совсем последняя история. Это полковник жандармский Познанский. И мы готовимся к Первой мировой войне, к ее столетию. И мы нашли очень интересную историю о том, каким интересным человеком был Михаил Иванович Познанский, жандармский полковник, но он оказался инициатором создания велосипедного отряда для перевозки раненых. Вот совершенно такая, ну, новая, на мой взгляд, и неизвестная страница. Вот нашелся вот такой потрясающий человек. Так что вот моя задача и наших архивистов состоит в этом. Нужны какие-то особые условия для хранения этих документов? Ну, естественно, во-первых, носитель, основной это бумага. У бумаги несколько врагов. Огонь, вода и пыль. Ну, противопожарные современные системы защищают документы от огня. Влажностный температурный режим соблюдается с помощью приборов. Вот 18 градусов температуры, где-то 50% влажности. Ну, и обеспыливание. А есть ли какие-то закрытые документы? Вот есть архив, который запечатан, пломбов все, никогда не доставать? Нет, ну, это вот все мифы об архивах. Да, это уже. Существуют в архивах, в любом архиве, существуют документы под грейфом секретных. Вот. Но, как это, это не обязательно, там лежит документ, который прямо эффект разорвавшейся бомбы привнесет. В основном, у нас, сами знаете, наш город был промышленным и закрытым. Он был закрыт почему? Потому что здесь было много промышленных предприятий, которые носили секретный характер. Вы сейчас сами знаете состояние нашей промышленности. Да, и остатки вот этих секретных документов, это как раз документы предприятий, которые просто пока их не рассекретили. Ну, есть, конечно, предприятия типа Кузнецова, да, где двигатели по сей день работают. Конечно, это составляет какие-то секреты. Но в основном, таких вот каких-то глобальных секретов, которые изменят буквально наше представление об истории, в общем-то, практически нет. Мне кажется, вы лукаете. Давайте один миф поставим, как-то поиндрегуем наших зрителей. Возьмемся буквально на одну минутку для того, чтобы посмотреть опросы про Зоня, после чего вернемся и продолжим нашу беседу. Много там в архиве какие-то лежат. Различные письма, фотографии, награды всякие, разнообразные. Там деда, бабушек, семья большая. Да, это память о нашем светлом советском прошлом. А вот самые ценные? Самые ценные? Билет в ЛКСН. Да, у нас очень большой архив в семье, и мы как бы очтим традиции и сохраняем все документы. А какие самые ценные? Ну, я думаю, это фотокарточки, письма какие-то и, ну, те записки, которые оставлялись раньше друг к другу. По сути дела, это все они ценные документы. Брат погиб на фронте. Вот мне ее фотографию, похоронка. Потом я ее разыскал, на братскую могилу ездил, фотографию. Потом фотографии родителей, документы родителей, которых уже нет. То, что подтверждает право собственности, то, что подтверждает наличие какого-либо ордена, знака отличия, а все остальное не хранили. Награды, дипломы бабушки мне, например, остались там за эстафеты по легкой атлетике, еще что-то, ну, такие основные самые. Да, я храню. Вот, занялась генеалогией, так сказать. Мне интересно. У меня есть похоронка моего деда, который похоронил, он освобождал Харьковскую область, Станица Донецкая. Там есть памятник, диплом и все. Мы пока смотрели этот опрос. Очень понравился ваш комментарий, что в каждой семье должен быть свой архив. Обязан. Вот это мой взгляд, вот как историк и как архивист. Это, вы знаете, вот последний год, последний год у нас просто вал запросов по поиску вот своих корней. Прятков. Причем, если раньше искали там прабабушку, то теперь бабушку и дедушку. Ну, это ужасно. По мне это просто ужасно. Это значит, что мы совершенно не собираем бумажный носитель, да, но есть какие-то истории. Вот у вас есть бабушка, вы у мамы своей можете спросить о ее детстве, у бабушки о ее детстве. И вы уже будете знать, у бабушки-то ведь еще была своя мама и своя бабушка. Вы можете от живого человека все это узнать. Но мы так мало этим интересуемся, и только когда человек становится уже довольно пожилым, тогда он идет в архив. Но архив, к сожалению, не может сохранить в том виде истории семью, которую мы хотим знать. Он не может ее сделать живой, наполнить какими-то историями. Бумага не терпит таких, вот архивная бумага, да, это очень скупые, вот вроде дипломов и каких-то там, ну не знаю, грамот и наград. А вот история живая, с красивыми какими-то, может быть, вещами памятными, с письмами. Это вот где живой человек является вот в том виде, в каком мы хотели бы его увидеть и услышать. Поэтому я думаю, что вот надо с молодых лет учить людей сохранять какие-то памятные вещи, фотографии. И тогда нам не нужно будет бегать по казенным учреждениям, да, мы можем передавать этот архив. Вам, наверное, было бы сейчас очень интересно дедушкину какую-нибудь вещь принести. Или там бабушкину, бабушкин платочек. Но вы знаете, Галентин, мне кажется, что проблема современности в том, что все уходит в интернет, все уходит в цифровые носители. Вы понимаете, а вот есть ли такая перспектива развития для архивов вообще? Чтобы только все электронно было? Нет, не только что, чтобы создать, например, электронную копию. Так они у нас есть. Все понятно. Мы, между прочим, если не ошибаюсь, второй архив в стране, который имеет возможность открыть электронный читальный зал. Теперь вы можете, нажав на кнопочку в том самом интернете, читать документы. Причем самые востребованные на сегодняшний день это те самые метрические книги, ревизские сказки, где ищут своих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Наше самарское правительство выделило огромную сумму, и мы оцифровали большое количество документов, и выложили их в доступную сеть, и вы можете дома сидя смотреть наши документы. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Было очень интересно, вас поздравляем с праздником. Спасибо. Да, друзья, но мы продолжаем нашу программу. Прямо сейчас пришло время новостей на телеканале «Губерния». Доброе утро, вы ввери новости «Губернии» в студии Нины Ванина. Вместо штрафа цветы сотрудники ГИБДД накануне поздравили женщин по-своему традиционной акцией. Останавливали всех автоледи без исключения, проверяли документы, а после взволнованным автолюбительницам вручали подарки. Праздничное настроение после такого было гарантировано. Акция стала уже традиционной, проводится каждый год перед 8 марта. Первый раз я даже удивилась, думаю, что случилось. Напугалась вперед, думаю, я вроде с ремнем. Ну, ничего, мне приятно было очень. В этот праздничный день категорию женщин-водитель, или, как сказать, автоледи, приятно поздравлять, дарить подарки, цветы, не наказывать в этот день, а профилактировать, то есть, чтобы в дальнейшем они как бы не нарушали правила дорожного движения. Женщина и медицина уже давно не взаимосключающие понятия. Несмотря на единственную правильную с точки зрения филолога мужскую форму слово «врач», в этой профессии женщин хватает, а хирургов маловато. Прекрасная половина человечества осваивает и другие виды деятельности, в которых уж точно лучше должны понимать мужчины, в том числе и совсем непривычные. О сильных женщинах в нашем сюжете. В канун 8 марта у Елены много работы. За годы в профессии к нагрузкам привыкла. Хотя среди представительниц слабого пола хирург – редкость. Она не просто хирург, еще единственная женщина, заведующая отделением такого профиля. Профессия, что хирурга, что вот именно моя офтальма, хирургия, несмотря на все трудности, которые с ней связаны, несмотря на большие эмоциональные, как говорится, и физические, и нервные затраты, это моя жизнь. Без этого я бы действительно не смогла, без всяких пафосных слов. Это очень большое удовлетворение. О таких, говорят, одна из немногих. Юлия Комарова тоже выбрала для себя совсем не женское занятие. Сначала она хотела стать учителем, но любовь к животным и семейные традиции привели ее на ферму. Причем работает эта девушка не дояркой или ветеринаром, а ассиминатором. В этом деле зашла так глубоко, что многие коллеги-мужчины позавидуют. Многочисленные победы на всероссийских конкурсах как подтверждение. Профессию ассиминатор как-то получила так. Ну, начала работать, когда втянулась реально. Хотя изначально думала, что вообще не мое. И коровы не мое, и фермы не мое. Стали ездить по семинарам, общаться. То есть люди опыт передавали. Здесь два хороших ассиминатора были, которые свой личный опыт тоже передавали. Вот. И стало прям получаться все лучше и лучше. Поначалу коллеги относились к дамам с недоверием. Но теперь профессионализм никто не оспаривает. Хотя, казалось бы, офтальмология требует не свойственной женщинам без эмоциональности, а зоотехника и серьезных физических усилий к тому же. Анна Архипова, Анна Смирнова, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Эксперименты с реальностью. Самарский художник Вадим Сушко открыл выставку своих работ. Картины родом из 60-х. Как раз в тот период мастер работал в жанре реализма. И уже тогда критики называли полотна Сушко синтезом традиций и новаторства. Репортаж с вернисажа художника, который постоянно расширяет границы искусства. Татьяна Пудова. Метаморфозы. Точное определение творческого пути художника. Вадим Исушко заносил то в область абстрактного искусства, то наоборот реалистического. И тогда на время он становился бытописателем. Мастер изображал все, что его окружало. Там есть какая-то стройка, но это опять какие-то начало 60-х годов. Это я там шел в ногу со временем, допустим. Хотя я с ним никогда не шел. Я все время как-то старался сделать по-другому. Вадим Сушко легендарная личность в кругу профессионалов. Эксперименты с живописными техниками позволяют называть его художником андеграунда. На выставке портрет рабочих, фабричные корпуса, объекты его творчества, городская реальность. Первые мои выставки и статьи как раз были посвящены молодым художникам. А Вадик Сушко тогда был молодой художник. Он и Толя Писигин, и Дима Кондратьев. Вот они все. Они ездили по путевкам комсомола по стране, в Сургуты, по рекам, по Волге. И писали картины, этюды. Это был какой-то глоток свежего воздуха. Один из самых нестандартных художников Самары, Вадим Сушко, затеял очередной эксперимент. По мнению зрителей, удачной по живописи Сушко можно изучать историю, по крайней мере, самарскую. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии. Больше новостей в наших следующих выпусках. А у меня на этом все. До свидания. Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Виталия Пушнякова и Илья Табуев. Мы продолжаем отмечать Российский день архивов. Ну и, конечно же, погружаемся в историю, в наши традиции. К нам присоединились Дмитрий Садовьев, руководитель семинарской площадки конвента ролевых игр и реконструкции СамКон. А также руководитель клуба ролевых игр Легион. И Екатерина Казачанская, председатель архкомитета конвента СамКон. Доброе утро. Доброе утро. Здравия. Зачего не перепутали, да? Все в порядке? Продолжаем обсуждать тему традиций. Вы продолжаете их сохранять. Но несколько в другом формате. Откуда в Самаре появились вообще, в принципе, ролевики? И какая основная цель и задача? В 93-м году у нас здесь под Самарой проходила первая игра ролевая, так называемая «Большие хоббитские игрища». Это по произведению Толкина. Ничего себе. Да, да, да. Это 93-й год был. Соответственно, при поддержке «Союз молодежи» прошла эта игра с участием самарских ребят. Ну и с того периода мы как бы здесь, в Самаре, и обосновались. То есть уже больше 20 лет. Ну, занимаемся разным, на самом деле. Не только ролевыми играми, занимаемся и отчасти реконструкциями занимаемся. Занимаемся довольно-таки интересной такой... Как это называется? Игротехнической деятельностью. Да. Это научное, скажем так, направление деятельности, игротехническое. Интересно. Тоже достаточно старое. Первые, скажем так, трактаты по этой деятельности были в 30-х годах написаны. Потом развитие получилось у нас в 60-х годах. Вот это вот. Ну и сейчас 90-е, 80-е, 2000-е это проводится дальше. В принципе, достаточно известны такие направления, как... Кроме ролевых игр, это у нас есть деловые игры, разные тренинги. Это все те же самые игровые технологии, которые как бы применяются и также у нас на игры. Вот примерно вот таким итогом. Чтобы стать ролевиком, что для этого нужно сделать? Нужна ли какая-то специальная подготовка? Ну, я бы сказала, что достаточно сначала прийти и попробовать, а подготовка будет дальше. Попробовать что? Приди попробовать в клуб, в клуб, одеться, взять, попробовать помахать, прийти на тренировку. Да, было бы желание. Было бы желание. Игра ведь, она же такая вещь, ее нельзя... Ролевая игра и реконструкция событий, это разные вещи? Очень сложно сказать. Понимаете, реконструкция, вообще игра сама по себе, она достаточно сложная, нельзя сказать определение. Вот это игра, вот это не игра. Вот это реконструкция, это не реконструкция. Я просто к чему говорю, это в игре есть же все равно победители, проигравшие, да, кто-то? В реконструкции тоже есть. В реконструкции заранее знаешь уже кто. Но так все равно же есть сюжет, по которому развивается. Да, 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 а вот в игре... В игре тоже есть сюжет, по которому развивается действие. Ну, а некоторое время назад реконструкторское движение, оно отделилось от движения ролевых игр, Хотя сейчас идет обратный процесс Но по большому счету Там очень много общего Поэтому я на данный момент Для себя не мыслю одно отдельно от другого Слушайте, реально вот этими штуками там нашите? Да Ну, помахай Я посмотрю, позвольте Наши зрители покажу Штуковина весит Я хочу сказать, что Грамм, наверное, 700-800 Порядка килограмма А настоящий мяч сколько? Примерно столько же весит Попробуйте таким помахать Поиграем, друзья Нормально, нормально Нет, вот это полегче Это из другого Это текстолит Нет, ну штуки То есть имя реально машут Имя реально машут, да Но дело в том, что Можно же травму получить Так есть специальное снаряжение По которому одеваемся Да, вы уже доспехи делаете сами? Ну, в основном делаем сами То есть, если есть руки на месте Если есть где это все сделать Можно, соответственно, самому это сделать Ну, есть люди Люди, которые непосредственно За счет производства, да Спехов, снаряжения Они живут, они торгуют этим Как бы развивается это все Вся эта структура Ну, то есть движение Реконструкции и ролевых игр Набирает обороты Людям нравится Людям становится интересно Почему они к вам приходят? От чего? От серости От будни То есть, когда человек Не устроен, ну, скажем так В жизни Ему чего-то не хватает Он пытается искать У нас же много Сообществ вообще Как бы в Самаре Которые занимаются разными Есть люди, которые Очень хорошо В принципе, близко к нам Игры Ну, что-то типа Подобие Ночного дозора Или там Госбастерс Вот эти охотники За привидениями Они тоже примерно В игровом процессе делаются Есть реконструкции Реконструкторы Есть у нас танцоры Историко-бытовые Которые тоже В принципе, вышли же Из того же Самого ролевого сообщества Ну, множество у нас Таких вот субгрупп Которые Они мэшники Те же самые Они же Очень близки И вот тот элемент игры Который есть Который, в принципе Всех объединяет Он достаточно Человек, как рыба На крючок попадает Он практически не уходит А кто эти люди? Кто к вам приходит? Да, каких профессий Какого возраста? Очень разное И на самом деле Есть очень большой пласт людей Которые пришли В ролевое движение И со временем Развили какой-то свой бизнес Там, основали новые профессии Основали какое-то свое дело Живут за счет этого Продвигают это Стали кожевыми То есть, на самом деле Это оказался способом Самореализации у людей Да Есть и гончары Есть и профессиональные историки Причем историки Как и Ну, просто по развитию Вот самого исторической науки Так и те, кто непосредственно Работают Археологи У нас есть и представители Силовых структур МВД, ФСБ Тоже там это бывает Это все Это все А есть сторонние люди Просто пришли То есть, казалось бы Человек никогда в жизни этим не занимался Никогда Вы придите к нам Хотя бы походите Немножко Мы знаем, что скоро случится мероприятие Давайте его проаннотируем Да, я думаю Да С 28 по 30 марта Это мероприятие Пройдет в 12 школе Тульца Красноармейская 93А Мы будем работать с 10 часов утра До 10 часов вечера У нас с этого года В свободном доступе Ярмарка и реконструкторский городок То есть, могут прийти все желающие Посмотреть, принять участие Что-то приобрести И для тех, кто желает более плотно познакомиться Есть семинарская программа Танцевальная программа Мастер-классы Турниры И прочие увеселения Приезжайте, кстати говоря Непосредственно посмотрите Что же это такое Спасибо большое за интересную беседу Спасибо Мы постараемся приехать на мероприятие Друзья, но мы продолжаем нашу программу В селе Лопатина В Самарской области Есть бабушки, которые тоже хранят традиции Своего древнего рода И делают они это так красиво И мелодично, что просто заслушались Подробности в репортаже Марины Барковой Давайте запеваем Ставропольский район Мордовское село Лопатина Из зоны, обогащенной кислородом И недосягаемой для мобильной связи Местные пивуньи Выпроваживают зиму Во главе Лопатинского хора Лена, Маша и Нина Звонкоголосые запевалы Уже разменяли восьмой десяток Но все-таки не побоялись Выйти на скользкую дорожку Сельского клуба Ансамбль Ковылек Самый взрослый в Ставропольском районе В его составе неразлучные подруги Поют уже 45 лет Поэтому старожилам В отличие от других районных ансамблей Разрешено на полную катушку Отпеть на масленицу И замолчать на время поста Без этих бабушек в Лопатина не обходится ни один праздник Завкубом Татьяна Бакшаева Угощает солисток как самых дорогих гостей Когда-то и ее мама пела в этом хоре А теперь от многоголосого ковылька Осталось лишь три голоса На трех лопатинских китах Лене, Маше и Нине Вот уже лет семь держится весь репертуар Где качала я дитя Где коров доила Надоившись я коров Молоко цедила В песне зашифрована судьба Каждой лопатинской пивуньи Колхозницу успевали и детей воспитывать И коров на ферме доить И в конкурсах самодеятельности участвовать Традиционные сельские праздники Куда явка строго обязательно Не в счет От запоя И до свадьбы Вот этот обряд делали Вот И что веники носили За вениками ходили Это девичьи обряды были И что вечерки играли Вот там свои песни Тут свои песни А уж на свадьбе Около невесты Свои песни были Дежуришь Устанешь за 200 головами Примерно куров цепи поднять Говно убрать Такая база огромная Муку получить Мешки насыпать И на весы С весов Потом в телегу Ну вот так Сторожилы Ковалька Не только воспитали Новое поющее поколение Но и оставили внукам Бесценное наследство Тетрадку с записанными текстами Мордовских запевок В Лопатинах Хоть и не было отродей Гармонистов Или балалайшников А стройно пели В каждой семье Так и сейчас В селе осталось Всего 400 жителей А все так же Целыми днями Из разных концов улицы Слышны голоса Зоинька, серенька Где ж ты была Разбела я Где ж ты была В огороде варен мой В огороде душа мой В огороде варен мой В огороде душа мой Чай боли ста песен знаем Ну сейчас вот памяти нет у нас Мы вот сейчас соберемся И думаем Какую бы спеть Память не лезет Вот вспомнится Поем Чай ты бы, зайенька На дубу Разбела я На дубу Дубки, желудки Боюсь, удавлюся Дубки, желудки Боюсь, удавлюся Ладно, хватит Она длинная очень Лилия Валеева, Марина Баркова Олег Айдаров Программа «Утро губернии» Из Ставропольского района Археологи находят реликвии Которые хранились Более трех тысяч лет Вот умели же люди хранять информацию Чтобы и ваши потомки о вас узнали Умейте правильно хранить Свои семейные архивы Как не превратить свой дом в склад И при этом сохранить все нужное Расскажет наш обозреватель Елена Шишкина Доброе утро, ребята Доброе утро На самом деле дома часто скапливается Огромное количество бумаг Но вот все ли их нужно хранить Это мы сейчас попробуем разобраться На самом деле есть бумаги Которые хранятся очень мало Порядка двух недель Это чеки из магазина На покупки, которые мы делаем Потому что возврат Если товар вообще подлежит возврату Возможно только в течение двух недель Месяц хранятся справки Из большинства государственных органов власти То есть, например, из рекпалаты Из банка о вашем доходе С работы для оформления загранпаспорта На этой справке всегда написано Действительно 30 дней Бессмысленно через 32 дня Пытаться убедить чиновника Возвязать у вас эту справку Поэтому если срок годности ее истек К сожалению Честно, спокойно выбрасывайте Ничего страшного не произойдет Год храним письма из пенсионного фонда Потому что через год нам пришлют новые А вот квитанция по оплате услуг Квартплата и всего остального Лучше хранить в течение трех лет Именно такой срок государство Станавливает для того, чтобы на вас Могли подать в суд И сказать, что вы что-то оплатили неверно Для этого вам нужно будет прийти Показать копии своих чеков Соответственно, 2-3 года Хранятся также чеки на мелкую бытовую технику Именно столько, сколько вам установили гарантию Позже, ну, вы можете оставить тот листочек Где написано, где находится сервис С сервиса С остальной вам не нужно А вот на крупную бытовую технику Можно хранить до 10 лет То есть холодильники и подобная техника Можете в течение этого времени Она и вам могут понадобиться Или вообще на протяжении всей службы Опять же, что касается квитанции по квартплате Они тоже могут у вас быть Подожди, а зачем на холодильник чек 10 лет хранить? Гарантия Там бывают и длительные гарантии И потом это иногда нужно в сервисных службах Потому что эта техника служит, как правило, очень долго, слава богу И они могут просто забыть, какая модель у тебя была там 10 лет назад выпущена Нужно будет какие-то сведения дать о своем холодильнике 4 года хранятся выписки по поводу налоговой инспекции Тоже там такой срок установлен То есть все, что вы платите Все свои налоги И, опять же, полученные доходы Лучше хранить в течение 4 лет Но, опять же, мы говорили о том, что какие-то бумаги И 3000 лет сохранились А вот наши чеки сейчас не хранятся совершенно Особенно, если вы оплачиваете через банкомат Эти чеки выцветают мгновенно Что же делать? Нужно делать ксерокопию Как только вы оплатили, тот же делать ксерокопию И эта бумажечка еще какое-то время сохранится А вот в течение года, если вы достанете сейчас свои квитанции За квартал, которую вы оплатили через банкомат год назад Вы увидите, что там ничего не видно Поэтому их лучше ксерокопировать Но помимо бумаг у нас, с которыми более-менее в доме порядок Есть, кстати, бумаги, которые хранятся вечно Это паспорт Средства рождения и все прочее Их нужно беречь Кстати, советуют делать ксерокопию со всех важных документов И хранить их вне дома Например, у родителей Если вдруг что-то случится Потоп, пожар, неизвестно что Вам будет проще восстановить Если где-то у кого-то хранятся копии ваших документов Это очень хороший совет Но у нас есть еще и просто мелкий бытовой, не мусор Наши нужные вещи, которые иногда засоряют дом Что же делать с ними? На самом деле, психологи говорят Если вы вещью не пользовались в течение года какой-то, например, одеждой Смело выбрасывайте Скорее всего, уже никогда это не оденете Это, говорят, хороший работающий совет В домах или квартирах, где есть этажи Советуют под лестницей, например, устраивать маленький склад Если же у вас, наоборот, совсем мало места в квартире То можно превратить, например, склад в свою кровать Но некоторые пытаются просто засунуть все под кровать Это не очень разумно, потому что там скапливается пыль И все будет у вас пылью покрыто А вот если в кровати есть ящики встроенные Или хотя бы можно положить туда коробочки То будет гораздо удобнее Это беда Это беда Мне кажется, в каждой кровати сейчас есть склад И там что только не лежит Да, елки Елки, которые потом приходится Опять же, балкон Да, у нас же теперь еще есть такая вещь, как елки Которые приходится хранить Нет, чтобы купить на каждый год новенькую Вот, мы годами теперь храним еще елки Что у нас еще есть? У нас есть балкон, на самом деле Который может быть пригоден для разных нужд Мне, например, очень понравился совет Как хранить велосипед Так Велосипед вещь Сейчас мы попробуем, может быть, даже увидеть Как можно хранить велосипед Вот так вот мы Да Да, да, да Я не знаю, как отнесутся соседи Но вот если у вас будут наварены штыречки такие Вот запросто сможете повесить и велосипед И санки, и все остальное Зимой так пельмени висят Ну, лучше в чехол, наверное, его запаковать, передать Может быть и в чехол Есть еще один вариант хранения велосипеда Если у вас есть место Из него можно сделать велотренажер Если вы закрепите заднее колесо Есть специальные приспособления С одной стороны Да, вот есть такие А можно и самому соорудить И таким образом он у вас будет и храниться И в то же время вы сможете на нем зимой ездить И как бы свою физическую форму поддерживать То есть в интернете вы всегда сможете найти друзей По счастью или несчастью Которые есть такие же вещи Например, мы видели, что нужно как-то таким-то образом Хранить бижутерию Потому что есть девушки, которые любят бижутерию Есть те, которые хранят только бриллианты Они хранятся в банке, да А вот те, у кого есть много недорогих украшений Они могут приспособить под это, ну, все что угодно Крючочки, вешалки Очень хорошо браслеты одеваются на бутылки То есть даже есть маленькие Не выбрасывайте пластиковые бутылки Ну, пластиковые, знаешь, не упасывает девушки такая рука Вот какая-нибудь узенькая бутылочка от лимонадика 033 Она прекрасно подойдет для того, чтобы на нее сверху одевать браслеты И они таким образом будут удобно стоять Их будет видно И всегда будете понимать, где у вас что лежит Таким же образом можно приспособить То есть все, что вы храните Может стать одновременно украшением вашего дома Мне понравилась фотография с тем, как можно хранить катушки ниток Из них сделано просто красное целое дерево Ух ты Это красивое И вам прекрасно видно, какие цвета у вас есть, какие нет То есть если вы занимаетесь рукоделием Естественно, в доме очень много мелких предметов Тесьмы, ниток, иголок, всего остального Это можно хранить красиво Что у вас еще дома хранится? Давайте собрать Я думаю, я думаю, меня пока больше всего беспокоит проблема с елкой Потому что она до сих пор находится на моем балконе Она просто ждет очередную мартовскую ночь Для того, чтобы эта елка оказалась внизу Что ж, Лен, спасибо большое за ценные советы Ну а мы продолжаем, друзья, нашу программу Прямо сейчас пришло время для гороскопа Да, открываем наши архивы с гороскопом Да, овны Кое-кто из ближайшего окружения проявляет к вам симпатию Но не спешите с ответом Проявив осторожность, возможно, чувства основаны на корысти Будьте внимательны Тельцы, весеннее настроение заряжает вас энергией, которая пригодится для создания нового проекта Не нужно тянуть с тем, что вы уже давно придумали Близнецей вам нужен отпуск хотя бы на недельку Первые три дня из которых можно уделить крепкому и продолжительному сну Вторую половину прогулкам по свежему воздуху Раки, вам нужно собраться с мыслями Сделать глубокий вдох, закрыть глаза И совершить первый шаг в ваше начинание Коллеги и друзья вас в этом только поддержат Львы, не забывайте о физических нагрузках Зарядка по утрам, восхождение по лестницам Прогулки в обеденный перерыв Любое напряжение мышц благотворно скажется на работе Девы, не отказывайте сегодня себе ни в чем Объявите праздник и отправляйтесь по магазинам Поедая в припрыжку всякие вкусности Весы сегодня вас ожидают много событий Некоторые из них могут быть не совсем хорошими Поэтому морально будьте готовы ко всему Наденьте каску и ждите кирпича, падающего с крыши Ого! Скорпионы, вас будут подстерегать резкие смены настроений Которые, возможно, приведут к конфликтам с коллегами на работе Вам еще повезло, что они не принимают это близко к сердцу Стрельцы, не предпринимайте поспешных шагов Конечно, хочется поскорее завершить давно-давно начатое Но если вы не уверены, не спешите Тише едешь, в общем, дальше сами знаете Козероги, не обращайте внимания на мелкие неприятности Они настолько несущественные, что не должны постоянно портить вам настроение В Италии день настолько романтичный, что можно попробовать себя даже в поэзии Любимому человеку будет очень приятно прочитать оду о себе И не важно, в ямбе или хорее Рыбы, хоть и народная мудрость говорит об обратном Но сегодня лучше отложить тяжелую работу на потом Иначе рискуете пойти не той дорожкой и забраться в непроходимой дебри Да, что ж, друзья, поздравляем всех людей, которые имеют отношение к архивам Храните их, серокопируйте, может быть, когда-нибудь они вам пригодятся Виталия Пушнякова Илья Табуев До завтра, пока Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов модной одежды Нью-Йоркер Благодарим студию танца йоги Мастика за помощь в организации съемок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok